ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, участвор. Объявление о сдаче квартиры и гостинок на тех или иных условиях жители Приморской столицы встречают регулярно. На остановках и в подъездах, но чаще на просторах всемирной паутины. Не секрет, что большая часть такого жилья сдается в обход уплаты налога с полученных за период аренды доходов. Вот и во Владивостоке правоохранители провели по этому поводу специальный рейд. Впрочем, сотрудники Федеральной налоговой службы называют его чуть более изящно. Опрос. Сегодня мы опрашивали жильцов квартир по информации, что они сдают квартиры в аренду. То есть поступает информация, что сдается квартира, и мы вот приходим и опрашиваем, смотрим документы и действительно ли являются собственниками квартиры, либо сдаются. Как пояснили сотрудники налогового ведомства, нарушителей найти несложно. Для этого используются вышеупомянутые объявления в газетах и интернете. Кроме того, органы активно сотрудничают и с риэлторскими конторами. Наконец, некоторые особо бдительные соседи также могут выразить обеспокоенность в виде звонка или в письменной форме, если в соседней квартире проживают незнакомые. В качестве обоснования проводимых спецопераций в администрации города напоминают. Налог на доходы физических лиц – важнейший источник пополнения городского бюджета. Данные средства, полученные, идут в городской бюджет. Из них выплачиваются пенсии, различные выплаты малоимущим гражданам. Всего за время кампании, которая стартовала в ноябре 2013 года, в городе выявлено больше тысячи квартир, сдаваемых в аренду, так сказать, нелегально. Чтобы это было не так, каждый собственник должен уплатить налог с полученного дохода. Одним из двух способов – подать налоговую декларацию по итогам года или приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду. Ну а пока во Владивостоке работает телефон доверия, по которому можно сообщить о сдаче в аренду квартир. После звонка жалобу проверят правоохранительные и налоговые органы. Евгений Черемухин, Дарья Лукаш, Новости на Восьмом.